Привет, просветители! Если вам интересно, какой у меня любимый предмет в школе, то вот вам небольшая подсказка. Разговоры о важном состоповым. С момента своего появления в сентябре влажные разговоры являются настоящей одушиной. Для меня. Инициатива Минпросвещения мутится, просмотры крутятся. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. И для депутатов, обеспокоенных воспитанием школьников. Ну, то есть для каждого второго. Если раньше очередной политик без педагогического образования какого-либо представления об учебном процессе, просто вещал в пустоту, а давайте в школу еще вот это добавим. Куда? Кому? Зачем? На все эти вопросы мы ответов, естественно, не получали. Куда? Туда? Кому? Тому? Зачем? Затем? Это если еще повезет. Но теперь, как минимум, на первый вопрос ответ готов практически всегда. На разговоры о важном. Там разговаривают и, судя по всему, о чем-то важном. Вот и я вам очередную тему приготовил. На мой взгляд, она очень важна. И весь прошлый год самые активные товарищи фонтанировали идеями. Какие-то из них мы даже здесь с вами обсуждали. Но, как вы понимаете, приближение учебного года заставило всех активизироваться. Да, тебе тоже пора. Поэтому на прошлой неделе мы получили сразу два предложения, как улучшить самые важные разговоры. Отменить их чертовой бабушке. Есть у меня ощущение, что вы очень быстро догадаетесь, какой из них реализуют, а какой так и останется в фантазиях. Когда кто-то начинает разговор о разговорах, это как пакет с пакетами, только в школе. Достаточно быстро становится понятно, как оратор относится к этому уроку. Обычно тут две позиции. Первое. Эти замечательные полчаса даны для того, чтобы донести до школьников позицию государства по тем вопросам, которые государство же и считает важными. Кто такие скоморохи? И время показало, что это именно то, чем РОФ и является. Второй подход основан на тех громких словах, которые мы услышали прошлой весной из уст Сергея Кравцова. Никакого формализма, только те темы, которые интересны и важны каждому подростку. То, что пригодится в жизни, но о чем до этого боялись говорить в школе. Что мы в итоге получили, все и так знают. Мы получили Казахстан, который местами с Узбекистаном на карте поменялся. Похоже, до сентября 22-го года учителя как огня боялись о Циолковском и о Дне Отца говорить. Такие запретные темы. И сегодня мы рассмотрим предложение как раз из этих двух противоположных по сути групп. Начнем с Яны Лантратовой. Эта дама нам уже хорошо знакома, к сожалению. Или к счастью. Тут уже каждый и сам для себя решит. Совсем недавно она предлагала всем школьникам страны в едином порыве добрыми делами по расписанию заниматься. На разговорах о важном. Но на этом Яна решила не останавливаться. Министерство просвещения Российской Федерации поддержало инициативу первого зампреда Думского комитета по просвещению Яны Лантратовой о показе в школах патриотических видеороликов о спецоперации. Письмо с ответом замминистра просвещения Татьяны Васильевой на инициативу есть в распоряжении ТАСС. Окей, не особо у меня как-то с нагнетанием напряжения и интриги получилось. Спойлер, предложение Лантратовой уже поддержали, как вы поняли. Минпросвещение России поддерживает создание материалов, посвященных СВО. Видеоматериалы направлены на формирование чувства патриотизма, любви к своей родине, гордости за свою страну важно использовать в рамках изучения учебного предмета история, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, говорится в письме. На всякий случай напомню, что разговор о важном у нас внеурочная деятельность, но обязательно для посещения. Также в нем отмечается, что формат видеоматериалов в виде живого диалога с участниками спецоперации несомненно может быть использован во внеурочных занятиях разговоры о важном. В частности, при разработке материалов по теме День спецназа, День народного единства, Мы вместе, Герои нашего времени, День защитника Отечества. Темы, которые волнуют каждого подростка, но о которых не принято говорить. День спецназа. Окей. Использовать патриотические фильмы на разговорах о важном Яна Лантратова предложила еще в июле. И вот на прошлой неделе Министерство просвещения дало зеленый свет. Следует отметить, что до сих пор в медиапространстве существует определенный дефицит материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. А Яна точно о Соловьеве и Симонян знает? Или о существовании телевизора, в принципе? Такой информационный контент также активно блокируется видеосервисами и социальными сетями, принадлежащими западным компаниям, указала депутат. Поэтому роль соцсетей будут выполнять школы. А это вы классно придумали. Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность реализации предложенного проекта по демонстрации патриотических видеороликов, интервью с участниками СВО в российских школах на занятиях из циклов «Разговоры о важном» и «Основы безопасности и защиты Родины», представить позицию Министерства по данному вопросу, написала депутат. Как вы уже знаете, позицию представили. Интервью в каждый класс. Ранее Минобороны поддержала предложенную Лантратову инициативу по созданию цикла видеороликов под общим названием «За что мы сражаемся», в которых участники СВО смогут ответить на вопросы детей и школьников, российских граждан, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях операции и личных мотивах участия в боевых действиях. Депутат добавила, что видеоролики будут представлять собой краткие сюжеты, интервью юных блогеров и патриотических активистов старшего школьного возраста с бойцами СВО. Длительность роликов будет составлять 15-20 минут. Ключевой особенностью видеороликов станет то, что их героями, наравне с участниками СВО, станут российские подростки, выступающие в качестве интервьюеров. Такой формат не только привлечет внимание российской молодежи, но и станет примером позитивного видеоконтента, который могут создавать подростки, увлекающиеся видеоблогингом, пояснила Лантратова. Да. А серьезно поменялось лицо российского подросткового видеоблогинга. Что там раньше дети снимали лет 10 назад? Что в моей сумке и покупка канцелярии к школе? Теперь школьники у военных будут брать интервью. Стоит ли удивляться, что Министерство просвещения тем самым по факту первым откликнулось на предложение другого депутата, Гусева. СВО должна быть в сердце каждого москвича и жителя нашей страны. Для этого должны создаваться спектакли, фильмы, песни, телевизионные передачи, прославляющие наших героев. И они должны быть везде, отметил парламентарий. Про песни и спектакли сказать ничего не могу, но зато видеоконтент российские школы получат едва или не первыми. Других способов нет. Уговорами и убеждениями за полтора года СВО сделать это не получается. Аналогично с радиоэфирами. Не менее 25-30% должны быть наполнены русскоязычными песнями патриотического содержания, считает Гусев. В идеале он бы хотел 100%, но для начала хотя бы столько. Почему-то есть у меня ощущение, что это высказывание к современной российской школе весьма применимо. Чиновники просто еще не до конца понимают, как бы так аккуратненько математику, физику, биологию вообще из расписания убрать и все заполнить самыми важными предметами. Там, фильмы показывать, автоматы собирать и разбирать, физкультура, разговоры о важном, основы православной культуры, домоводство и так далее. А все вот эти вот науки для вуза оставим. Но есть у нас и другие предложения, которые, во-первых, весьма удивительны в наше-то время, а во-вторых, давайте признаем, имеют мизерные шансы на реализацию. Ну, судите сами, у нас уже решили фильмы показывать. Местов больше нет. Вице-спикер Госдума ТЛДПР Борис Чернышов предложил добавить в разговоры о важном темы ЖКХ и финансовой грамотности. Письмо об этом он написал министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Оно имеется в распоряжении РИА Новости. Кравцов письма получает просто, как тот самый дедушка из деревни. Каждый божий день. Предлагаем включить в рабочую программу внеурочного курса разговора о важном, наряду с общественно-политическими и историческими темами, дополнительные направления. Но тогда на день спецназа времени не останется. Речь идет об обучении школьников финансовой грамотности и формировании семейного бюджета, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильному питанию и осознанному потреблению. Не волнуйтесь за межличностные отношения. У нас в семьеведении от Танюши Буцкой отвечать будет. Депутаты уже работают. А также инструментом решения широкого круга взрослых проблем. От оплаты коммунальных платежей, пользования сервисом госуслуги, до оформления ДТП и взаимоотношений с госорганами. Говорится в тексте письма. И звучит это все максимально близко к той идее, которую изначально Кравцов и озвучил в прошлом году. Иное дело, что сейчас вместо чему-то практическому на этих занятиях просто не найдется. Алло, гараж, какие же КХ? Мы письмо Деду Морозу в январе пишем. Естественно, буду только рад, если я окажусь неправ. У меня в Телеграме это предложение вызвало достаточно большое количество позитивных комментариев от подписчиков. Но были вполне обоснованные сомнения. А есть ли в школе люди, которые готовы школьников всему этому учить? С другой стороны, а кто как не учитель зарплатой 18 тысяч покажет детям, как экономить? Финансовая грамотность, как она есть. Второй момент. За последние годы мы уже настолько привыкли, скажем так, к определенной подаче материала. Да, я про все тех же мамонтов и грибниц. Сама собой закрадывается мысль. А вот эти законы межличностных взаимоотношений, они случайно не из домостроя взяты будут? Или мурашкиными советами кто-то решит воспользоваться? Сначала роди ребенка, а потом уж образование получай. Я только сейчас понял, что героиня беременна в 16 это просто идеальные женщины по мысли нашего министра здравоохранения. Сначала рожаем, потом получаем образование. Ну, в их случае чаще всего не получаем. Зато уж ребенок есть. Ну и третье замечание. В некоторых школах финансовая грамотность, как отдельный предмет, уже достаточно давно существует. Но здесь хочется отметить, что только в некоторых. А во-вторых, сама идея не плодить бесконечное количество все новых и новых предметов, а использовать уже имеющиеся в расписании предметы для чего-то полезного, лично от меня однозначно заслуживает лайка. Но именно поэтому реализована она и не будет. За квартиру тебя и мама дома научит платить. А вот если в понедельник на первом уроке патриотизм как следует не зарядиться, то свою дозу можно вообще не получить. Так что тут выбор очевиден. Победа Лантратовой. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики доступны без рекламы, они выходят раньше. Ну и кроме того, есть эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.